Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим обзор самых интересных партий пятого тура командного чемпионата Европы, который проходит в грузинском городе Батуми. Много интересных поединков, поэтому сегодня мы с вами посмотрим самые интересные из них. Прямо сейчас ставьте лайк под это видео, подписывайтесь на канал, нажав на красную кнопку подписаться прямо под этим видео. Приятного вам просмотра! Сегодня в пятом туре командного чемпионата Европы играли команда России с командой Армении, команда Украины с командой Англии, Хорватия против Азербайджана, Голландия против Германии, Швейцария против Словении, Норвегия против Турции, Австрия против Польши, Франция против Испании и все остальные, соответственно, пары вы можете сейчас видеть на ваших экранах. Белыми играл Арман Пашикян, черными играл Даниил Дубов. Д4 играет армянский гроссмейстер и Даниил Дубов отвечает Ф5. Даниил Дубов у нас закрывает четвертую доску, то есть держит, соответственно, хвост, как говорят у профессионалов. И вот Даниил Дубов поэтому черными также играет на победу. Этим и объясняется тот факт, что Даниил Дубов применяет вот такое вот, можно сказать, агрессивное начало за черных голландскую защиту. Конь Ф3, Конь Ф6, Ж3, Ж6, Слон Ж2, Слон Ж7, Рокировка, Рокировка, С4, Д6, Конь С3, С6. Итак, на доске у нас голландская защита, ленинградский вариант. Б3, Конь А6, Ладья Е1, Ферзь С7, Слон А3, играют белые, и черные играют Ферзь А5, вынуждая белых стать слоном на поле Б2, поскольку двойной удар. И здесь последовала новинка от Даниила Дубова, ход Ф4. Такой вот мощный скидок пешки с идеей попытаться как-то раскрыть королевский фланг белых. Ранее в партии предшественницы, которая игралась между Ксю и Ю, значит, в Китае в 2016 году, черные играли Е5. Вот так вот прямолинейно проводили свой план, то есть надвигали центральные пешки после Ферзь Д2, Ферзь С7, Е4. Белые также играли на встречных курсах, ФЕ, Конь Бьет Е4, Конь Бьет Е4, Ладья Бьет Е4, Слон Ф5, Ладья Е1, ну и после Ладья Е8, Конь Х4, Слон Ц8, Ладья Е2. Потихонечку положение, значит, упрощалось, и здесь даже черные сумели в этой партии победить. Итак, Даниил Дубов играет Ф4, продумав так почти 13 минут. Ферзь Д2, значит, отказывается, конечно, от взятия этой пешки, поскольку там даже после Конь Х5 сразу понятно, что эта пешка очень слабая. Значит, Ферзь Д2, играют белые, и после ФЖ, ХЖ, Конь Ж4, вот здесь уже ошибается достаточно серьезно, значит, Арман Пешикян. Ну, понятно, что у Даниила Дубова прямолинейный план атаки. Ферзя перевести на поле Х5, затем треснуть Ладьей на поле Х3 и поставить где-то мат на поле Х2. Такой вот незамысловатый план, и этим и объясняется ход Д5 со стороны армянского Гроссмейстера. То есть он механически предотвращает появление Ферзя на поле Х5. Правда, при этом у белых, как мы сейчас с вами увидим, портится пешечная структура, и остаются они с кучей слабостей. Здесь сильнее намного было просто сыграть Конь Е4. Не опасаясь хода Ферзь Х5, ввиду того, что теперь у белых есть простой ответ ФЖ5, вынуждающий размен Ферзей, потому что теперь Ладья бьет Ф3 не проходит, мы потому что съедим на поле Х5. С другой стороны Ферзю некуда деться от размена, и после ФЖ5, Конь бьет Ж5, ну, положение получалось примерно равным. Итак, Д5 играют белые, это ошибка. После СД Ферзь бьет Д5, Ферзь бьет Д5, СД, слон Д7, мы видим, что у черных, в принципе, хорошее положение. Ладья Б1, ладья С8, они занимают ладьей открытую вертикаль С и давят на вертикаль Ф. У черных уже перевес. Конь Е4, Конь Б4, напали на пешку на поле А2, слон бьет Ж7, король бьет Ж7. И здесь последовала еще одна ошибка, уже достаточно серьезная, от армянского гроссмейстера, ход Конь Д4. Правильно, опять же, здесь было сыграть Конь Ж5. На Х6 играем Конь Е6, шах, слон бьет Е6, ДЕ. Ну, понятно, что на взятие на 2 следует ладья А1 и пешка на поле А7 упадет. Б6, ладья Б2, не пуская ладью на поле С2. Ну и после ладья С3, соответственно, положение также у черных поприятнее, но белые еще могут, что называется, долго обороняться. Конь Д4, так сыграли белые и последовал жесткий ответ Конь С2. Двойной удар на ладью и на коня. В случае взятия ладья вторгается на обжорный второй ряд. Ладья Д1, Конь бьет Д4, ладья бьет Д4 и ладья залезает все равно, так или иначе, на вторую горизонталь. Висит пешка на поле А2, висит пешка на поле Е2. Ну и здесь опять же белые совсем растерялись, сыграли Конь Ж5. Хотя можно было сыграть ладья Д2, но здесь после ладья С8, А4, слон Ф5, у черных достаточно серьезная доминация. Ладья Д1, А5 и черные, как мы видим, полностью захватили инициативу, вертикаль С в их руках. Но все-таки здесь еще, опять же, белые могут, что называется, сопротивляться. Итак, Конь Ж5, играют белые, последовал Конь бьет Ф2, простое взятие на поле Ф2. Теперь задуманный ход слона Ф3 со стороны белых не работает, потому что черные отвечают А6, прогоняя коня. Если Конь уходит, то Конь выбирается путем Конь Х3, шах. Король бьет Ф2, АЖ, ну и здесь уже белые вообще совершают серьезный зевок. Вместо правильного хода Ж4, после ладья бьет А2, ладья С1, ладья Ф7, ладья С7, слон Б5. Точный ответ, правда, черные все равно здесь добивались выигранной позиции, потому что угрожает удар, ладья бьет Е2. Слон на поле Ф3 связанный. Нужно играть ладья Е4, защищая пешку. И здесь точный ответ Е5. И таким вот образом ладья все защищает по седьмому ряду. Взятие на проходе невозможно, потому что ладья на поле С7 подвисает. Ну а в случае размена на поле Ф7, у белых получается безнадежный эншпиль с кучей слабостей. У черных простой план, просто надвигать пешки ферзьевого фланга, где у них пешечное большинство 2 на 1. Итак, после АЖ ладья Е4 играет Армян Пашикян. Ну и после Ж4 это связка. Удивительно, как мог зевнуть это Арман Пашикян. После ладья бьет Е7, шах, король А6. То есть, понятно, что белые фигуру-то не проигрывают, но получают абсолютно безнадежное окончание ладейное. Потому что Даня Дубов бьет ладьей на поле Ф3. И здесь все пешки сыпятся у белых, причем сыпятся еще и с шахом. Ладья Х3, угрожает ладья Х1 с выигрышем ладьи. Король Ж1, ладья бьет Е2. Ну и опять же, все, конец. Ладья бьет Д6, ладья Х2. Черные фигуры полностью скоординированы. Значит, такое вот сочетание ладей, которые стоят на втором ряду, да еще и сдвоившись, конечно, оказывается совершенно убийственным для белого короля. Ладья Д7, ладья Ж2, шах, король Ф1. Ладья бьет А2, грозит мат. Король Ж1, ладья Ж2, шах. Король Ф1, ладья Ж3. И угрожает просто выигрыш еще вдобавок и ладьи. Ходом ладья Х1. Например, ладья Х1, король Ф2, ладья Ф3 и теряется ладья на поле Б1. Поэтому забирать на поле Б7 нельзя белым. Они играют ладья Е1, но после ладья бьет Б3, Даня Дубов и защищает свою пешку, и остается, как мы видим, с тремя лишними пешками. После король Ж1, ладья Д2, Д6, ладья Б6, теряется последняя пешка у белых, и черные остаются с четырьмя лишними пешками. Здесь, конечно же, белые признали свое поражение. Таким образом, Даня Дубов открывает счет в матче с Арменией, получив очень важную победу и добыв, соответственно, очень важное очко для нашей команды. Ну а теперь посмотрим следующую партию. Белыми играл Кирилл Алексеенко, черными играл Гранд Милкумян. Е4, Е5, Конь Ф3, Конь Ф6, Конь бьет Е5, Д6, Конь Ф3, Конь бьет Е4, Конь С3, Конь бьет С3, ДС, Слон Е7, Слон Е3, рокировка Ферзь Д2. Итак, на доске у нас русская партия. Конь Д7, три ноля, С6, Х4, ладья Е8, Король Б1 и Д5. Играет Гранд Милкумян. После Слон Д3, Слон С5, Слон Ж5, Ф6, Слон Ф4. Здесь армянский гроссмейстер применяет новинку Ход Конь Ф8. С идеей перевести Коня на поле Ж6. Правда, новинка оказывается достаточно сомнительного качества. После Конь Д4, Конь Ж6. Ну вот здесь Кирилл Алексеенко даже не стал связываться. Он играет Х5, пытаясь, значит, расшатать королевский фланг. Хотя вот здесь Железный Монстр утверждает, что после Слон бьет Ж6, АЖ, Ф3. С простой идеей Ж4, АЖ5 начать пешечный штурм. У белых был перевес. После Слон бьет Д4, СД, Б6, Ж4. Слон А6 с угрозой ладья Е2. Белые парируют эту угрозу ходом ладья АЖ2. После ладья Е6 играют ладья Ж1. И здесь у белых достаточно грозное положение. У черных испорчены пешки на кролевском фланге. И белые стоят достаточно атакующие. Здесь у белых был бы перевес. Итак, после Конь Ж6 играет АЖ5 Кирилл Алексеенко. И так он продумал 30 с лишним минут. То есть понятно, что столкнувшись с новинкой ходом Конь Ф8 и Конь Ж6, Кирилл Алексеенко понимает, что в случае взятия на поле Ж6, скорее всего, здесь Гранд Мелкумян все это проанализировал дома. Потому что ход Слон Бьет Ж6 сразу же бросается в глаза. Это первая линия. То есть испортить черным пешечную структуру и далее пытаться атаковать. Но без подготовки, что называется, Кирилл Алексеенко не стал рисковать. Потому что существует такое понятие, как командная игра. То есть не зря есть такое понятие, значит такое выражение, чтобы команда не волновалась. Откуда оно пошло? То есть это пошло как раз именно с командных турниров. То есть оно означает следующее, что даже если вы чувствуете, что у вас где-то есть перевес, но при этом команда стоит сомнительно на других досках, то лучше сыграть покрепче, понадежнее, не идти на риск, чтобы команда не волновалась. То есть во времена СССР это понятие очень широко относилось, например, к Михаилу Талю. Потому что Таль в каждой своей партии пытался что-то пожертвовать, чем оставлял, соответственно, немало седых волос у других, соответственно, участников команды. Ну и в частности, также, конечно, капитана. То есть Таль был сильным игроком, но вот с точки зрения команды он играл зачастую очень резко, скажем так. И зачастую очень опасно. Итак, h5, конь e5, f3, слон f8, g4. Итак, белые, тем не менее, продвигают свои пешки. После конь бьет d3, ферзь бьет d3, ферзь e7, a3, слон d7, ладья g1, c5, конь b5, слон бьет b5, ферзь бьет b5, ферзь f7, ладья e1, a6, ферзь d3, c4, ферзь d4. Мы видим, что у белых позиции все равно поприятнее. У черных, значит, слабая пешка на поле d5, ладья e6, ладья d1, белые начинают на нее потихонечку наседать. Ладья d8, ладья e1, ладья c6, ферзь d2, b5, h6, g6, g5. И мы видим, что здесь черные, вернее, белые пытаются, соответственно, задвинуть все пешки на поле цвета своего слона и создать тем самым крепкое очень положение. То есть слон на поле f8 будет ограничен нашими пешками. И вот здесь черные очень серьезно ошибаются, играя fg. Ладья d7 позволял еще просто бороться, долго, упорно обороняться. Но fg сыграли черные, после слон бьет g5, ладья d7. Понятно, что брать на поле f3 очень плохо, в этом случае после ладья f1 скрывается вертикаль f. Итак, ладья d7, f4, a5. Черные пытаются атаковать на противоположном фланге, но атака белых гораздо старше. И вот здесь Кирилл Алексеенко вновь не рискнул найти сильнейшее продолжение, которое давало ему огромные шансы на победу. Он сыграл ладья e5, опять же, с точки зрения команды, отличный ход, крепкий, ничего не выпускающий. Но компьютер говорит, что здесь f5 вообще давало практически выигранную позицию. То есть прорываемся на взятие, ферзем опять же следует ладья f1, взвоем ему вертикаль f и вторгаемся. У черных куча слабостей. После gf ладья e5 играем и здесь нападаем трижды на пешку на поле d5. После d4 cd ладья g6 ладья e1. Ну вот здесь я показал стрелками, соответственно, план белых. Видите, что ферзь идет на поле f4, пешка на поле f5 слаба. Пешка на поле b5 также у черных атакована. Здесь у белых был бы просто большой перевес. Но повторюсь, что после a5 не стал Кирилл Алексеенко рисковать. Он играет ладья e5 крепко, нападает на пешку на поле d5. После b4 ладья бьет d5, играет. И вот могу объяснить, соответственно, значит, этот ход. То есть здесь Кирилл Алексеенко рассчитал, что он может добиться ничьей путем построения крепости. Причем путем жертвы ферзя. После хода b4 мы видим, что черные пытаются начать заваруху на ферзьевом фланге. То есть и таким образом белым, чтобы не рисковать, здесь они все просчитали. Кстати, к этому моменту партия Дмитрия Андрейкина с Ливоном Ароняном закончилась в ничью. То есть команда Армении стояла с минусом, поскольку Даниил Дубов к этому моменту уже победил. И Кирилл Алексеенко решил не рисковать. Он после ладья бьет d5, ладья d6, ладья бьет d6, ладья бьет d6. Жертвует ферзя после ферзь бьет d6, слон бьет d6, ладья бьет d6. Угрожает мат, ладья d8. Ферзь убегает на поле b7. И после всех вот этих взятий, шаха, король f7 и взятия, здесь соперники согласились на ничью, конкретно потому, что после ферзь бьет b4, можно сыграть c3 и белым, вернее черным, никак не усилить это положение. То есть это мертвая крепость, слон стоит на поле g5 и защищает пешки на полях f4 и h6. Пешки на полях b2 и c3 взаимно защищают друг друга. Ладья просто стоит и белые могут ходить только одним королем. Поскольку черным не в состоянии пробить вот этот барьер, король никак не может пробиться через вертикаль d на помощь черному ферзю. Но один ферзь в поле не воин, поэтому здесь позиция очень простая, ничейная. И здесь соперники согласились на ничью. Ну и таким образом в еще одной партии была зафиксирована также ничья. И благодаря победе Даниила Дубова, команда из России обыгрывает команду Армении. С минимальным счетом 2,5 очка на полтора. Ну а мы с вами идем дальше и посмотрим, соответственно, еще три партии нашей, соответственно, соседней украинской сборной. То есть наших, что называется, братьев с Украины. Итак, очень интересные поединки нас сейчас ждут. Белыми играл Гавейн Джонс, черными играл Владимир Анищук. Команда Англии встречалась с командой Украины. Е4 играет английский гроссмейстер. Е5 отвечает украинский. Конь f3, конь c6. Слон b5, конь f6. Рокировка. Конь бьет е4. Ладья е1, конь d6. Конь бьет е5, слон е7. Слон f1, конь бьет е5. Ладья бьет е5. На доске у нас испанская партия. Вариант Рио де Жанейро. Вариант, который уже не раз встретился на этом командном чемпионате Европы. И который принес белым немало побед. После рокировка d4, слон f6, ладья е1, ладья е8. Слон f4, ладья бьет е1, ферзь бьет е1. Конь е8 играют черные. И белые играют конь c3, вновь жертвуя пешку на поле d4. После слон бьет d4, конь d5. d6, слон g5. f6, слон h4. Все это, друзья, мы с вами уже видели. После слон бьет b2, ладья b1. Значит, черные отступают слон е5. И здесь после f4, вместо шаха на поле d4, последовала новинка ход c6. То есть черные контратакуют коня. После fe, cd, ef, конь бьет f6, слон d3. Позиция получается очень интересная. У белых преимущество двух слонов, но при этом они пожертвовали целых две пешки. Правда, черные отстали в развитии. Слон на поле c8 пока стоит и защищает пешку на поле b7. Поэтому черные играют слон d7, отдавая пока одну пешку. Но белые играют ферзь g3 и наращивают давление. Атакована пешка на поле d6. Слон c6, все черные защитили. После слон g5, белые не спеша усиливают свое атакующее положение. Угрожает ферзь h4 и ладья f1. И здесь уже черные начали потихонечку ошибаться, столкнувшись с трудностями. Король h8, первый ход не туда. То есть намного сильнее было сыграть h6, но это было человеку трудно понять, что можно просто отдать пешку. И после ферзь e7, ладья f1, ладья f8 полностью вот так вот защититься. На слон g5 играем ферзь e5, угрожая разменам ферзей и остаться с лишней пешкой. Поэтому слон f4, но тогда шах. Слон e3 вынуждается. Нет ухода короля h1 из-за коня h5 двойного удара. Значит, слон e3, ферзь e5, слон f4, ферзь d4. И можно соглашаться на ничью вот таким вот путем такого вот троекратного повторения. Король h8 играет Владимир Анищук. Следует ход ферзь h4. Связка уже достаточно неприятная, угрожает ладья f1. Ну и здесь черные совсем поплыли. Они играют ферзь g8. Ставят ферзя в очень пассивное положение. Сильнее было сыграть ферзь d7. После слон бьет f6, gf, ферзь бьет f6, ферзь g7, ферзь бьет d6. Черные отдавали обе, значит, своих пешки назад. Но после ладья e8, ладья f1, ферзь d4, шах, король h1, ферзь e5. Вновь могли долго и успешно обороняться. Позиция здесь была бы примерно равная. Итак, после ферзь g8, как сыграли черные, последовал слон бьет f6, gf и ладья b4. Не ферзь бьет f6, а ладья b4. Правда, ладья f1 было сильнее. Сразу же напасть на пешку на поле f6. После ладья f8, ладья бьет f6, ладья бьет f6, ферзь бьет f6. Ферзь g7, ферзь d8, ферзь g8, ферзь бьет d6. Получалось окончание у белых. Белые полностью все отыграли, весь материал. И стоят чуть-чуть поприятнее. Правда, у черных нет особых слабостей, все защищено. И черные здесь, скорее всего, спасутся. Итак, ладья b4 играет на победу эту партию Гавейн Джонс. И здесь f5. Значит, играет Владимир Анищук. Не пуская ладью на поле g4, поскольку ладья... Так, не хочет стрелочка рисоваться. Значит, ладья хотела пройти на поле g4. Ладья f8, опять же, здесь позволяла успешно бороться. После ладья f4, ферзь g7, ладья f5 с угрозой ладья h5. Ферзь e7, ладья h5, ладья f7. Вот здесь я не знаю, как бы здесь белые усиливали дальше свое положение. Поскольку черные перегруппировались, все слабости свои защитились. Значит, и остались просто с двумя лишними пешками. Понятно, что белые могут здесь сделать ничью ввиду полной доминации, но на большее здесь им рассчитывать не приходится. Итак, f5 играют черные. Следует взятие слом бьет f5. Ну и здесь черные совсем ошибаются, играя ладья f8. d4 позволяла, опять же, бороться. Оживляем своего слона. Грозим матом. Ферзь бьет d4, шах, ферзь g7. Ферзь бьет g7, король бьет g7. Ладья g4, король f6. Слон бьет h7. Здесь мы видим, что черные жертвуют пешку. Ну, правда, позиция после а5. Слон d3, b5, ладья g6, шах, король e7, ладья g5. Очень тяжелая, если не проигранная за черных. То есть, все ошибки они уже совершили. Потому что здесь у белых остается две связанных проходных. h4 следующий код. И белые здесь, скорее всего, эту партию выиграют. Итак, после слона бьет f5, ладья f8 это также ошибка. Последовала ладья g4, ферзь f7. Ладья g5 с угрозой ладья h5. Теперь черные, как мы видим, не успевают перегруппироваться, чтобы защитить критически важный пункт h7. Слон e8 по этому последовал. Пока хода ладья h5 нет. Но после h3 финальную ошибку допускают черные в тяжелой позиции, играя ладья g8. h5 нечеловеческий ход позволял здесь еще держаться. Правда, после слона d3, ферзь e6, ферзь d4 шах, ферзь f6. Ферзь бьет d5, ладья f7. Значит, если слон f7, то ферзь e4 и мат на поле h7. Здесь не за горами. Значит, ферзь бьет d5, ладья f7. Ладья бьет h5 шах, король g8. Ладья g5, король f8. Вот этот вариант находит компьютер, то есть черные здесь мат не получают. Они уводят короля в безопасный угол. И здесь позиция оставалась выигранной у белых, но очень сложной. Потому что всего лишь одна лишняя пешка. Черные также грозят какими-то шахами. В общем, позиция очень сложная, но компьютер дает жестокий вердикт здесь, что белые здесь должны победить. Итак, ладья g8 играет здесь Владимир Анищук. Ну и после симпатичнейшего удара слон e6, такого вот двойного нападения на ферзя и на ладью, украинский гроссмейстер сразу же остановил часы. Дело в том, что после ферзь бьет e6, ферзь e5 шах, чтобы не получить мат, приходится расставаться с ферзем. Ну а здесь, конечно же, эта позиция абсолютно безнадежна, потому что не только с ферзем приходится расставаться, но и со слоном также. Ну и дальше еще и, соответственно, с пешкой. Короче, здесь у белых сразу же абсолютно выигранная позиция, и Владимир Анищук признал свое поражение. Итак, Англия открывает счет с Украиной. Значит, опять же, я не буду показывать партию лидера украинской сборной Василия Иванчука, который играл с лидером английской сборной, то есть Майклом Адамсом, потому что там вновь особой борьбы не было, то есть соперники сыграли в ничью. Ну а я договорился, что ничью вам показывать не буду. Итак, посмотрим теперь, соответственно, на борьбу на других досках, поскольку на этот момент Англия опережала Украину со счетом полтора очка на полочка. Итак, смотрим. Белыми играл Люк Макшейн, черными играл Юрий Кузубов. Е4, С6, конь Ф3, Д5, конь С3, ДЕ, конь бьет Е4, конь Ф6, ферзь Е2, конь бьет Е4, ферзь бьет Е4, конь Д7, слон С4. На доске у нас, значит, защита Каракан, конь Ф6, конь Е5, белый жертвует ферзя, но брать его нельзя ввиду мата в один ход. Е6, ферзь Е2, Б5, слон Б3, ферзь С7, Д4. Итак, слон Д6, рокировка, рокировка, слоны Ф4, белые заканчивают развитие. После А5, С3, С5, ДЦ, ферзь бьет С5. Ну, получается типичная позиция для варианта Каракан. Ладья Д1, слон С7, ладья Д4, слон Б7, ладья Д1, белые захватывают вертикаль Д, черные играют А4, после слон С2, А3, продвигают свою пешку еще дальше. И после БА, ладья бьет А3, мы видим, что у белых зависла пешка на поле С3. Поэтому белые играют слон Б3. Теперь в случае взятия ферзем на поле С3 последует взятие на Б5. То есть, к примеру, ферзь бьет С3, ферзь бьет Б5, слон А6, ферзь С6. Ну и здесь разменялись, разменялись, слон бьет Ф4, ладья бьет Ф4, позиции абсолютно равные. После слон Б3 играет слон Д5, Юрий Кузубов, нападая. На пункт Б3. Ну и вот здесь Люк Макшейн допускает очень грубый зевок. Который, мне кажется, на самом деле редкий зевок для такого уровня. Сколько у Люка Макшейна рейтинг 2682 пункта Фиде. То есть, как мне кажется, здесь Люк Макшейн совершил зрительный просчет. То есть, ему все время казалось, что пешка на поле Б5 находится под внимательным, что называется, взором ферзя на поле Е2. И в случае взятия на С3 следует ответное взятие на поле Б5. Этим и объясняется ход конь Д3. То есть, такой вот, вроде бы, внешне логичный. Нападаем на ферзя и вроде бы брать нельзя на поле С3, потому что ферзь возьмет на поле Б5. Но ведь конь-то на поле Д3 загородил дорогу ферзю. И вот здесь Юрий Кузубов, продумав две с лишним минуты, забирает пешку на поле С3. Нападая еще дополнительно и на ладью на поле Д4. И у белых здесь позиция начала крошиться, как карточный домик. То есть, слон Е3, ну, слон Е5 также не помогала, вставая в засаду. Слон бьет Е5, ферзь бьет Е5, слон бьет Б3, АБ. Ладья бьет Б3 и черные просто остались с двумя лишними пешками. Ни за что. После слон Е3 получилось то же самое. Слон бьет Б3, АБ и Е5. Жесткий ответ, напали на ладью. В случае ладья бьет Б3 следует ладья С1. И на самом деле это очень неприятно со стороны белых, поскольку на ферзя напали. И здесь у черных также после ферзь А5, конечно, получше. Но зачем это нужно? Итак, после ферзь бьет Б3, также, соответственно, можно сыграть ладья Б4 и хотя бы пешку на поле Б5 отыграть. Поэтому Е5 играет Юрий Кузубов, жестко нападая на ладью. Ладья Х4, ладья Д8. Тут еще и связка решает. Ж4, ферзь бьет Б3. Ну и черные в результате все поели. Люк Макшейн бросился в какую-то отчаянную атаку ходом Ж5. После ладья бьет Д3. Отдает фигуру. Ладья С1. Конь Е8, защищая слона. Ферзь Х5. Последний какой-то дать шах. Но ладья бьет Е3. Юрий Кузубов все съедает. После ферзь бьет Х7. Король Ф8. Ладья Б1. Ферзь Д3. Ну здесь черные, как мы видим, остались с кучей лишнего материала. Поэтому здесь белые признали свое поражение. Ну а может быть здесь еще и Люк Макшейн на флаг упал. Поскольку после ферзь Д3 мы видим, что напали на ладью, напали на ферзя. Вынуждается размен ферзей. После чего белые остаются просто... После ферзь бьет Д3, ладья бьет Д3. Остаются ни много ни мало. Но, соответственно, с лишней ладьей получается еще и двумя фигурами. В общем, разгром случился в этой партии. Люк Макшейн на самом деле действительно совершил вот такой вот страшный зевок. И, как я и повторюсь, помните, что я говорил про командный дух. То есть, когда один участник проигрывает вот таким вот ужасающим образом, команда зачастую начинает сыпаться. И теперь мы, соответственно, посмотрим с вами еще два поединка. Идем дальше. Белыми играл Андрей Волокитин. Черными играл Дэвид Хауэлл. Е4 играет украинский гроссмейстер. Е5 отвечает, значит, английский гроссмейстер. Конь Ф3. Конь С6. Слон С4. Слон С5. С3. Конь Ф6. Д4. ЕД. Е5. И на доске у нас итальянская партия. После слон Б... Значит, Д5. Слон Б5. Конь Е4. СД. Слон Б4. Шах. Слон Д2. Конь Б2. Конь Б2. Рокировка. Рокировка. На доске у нас получается вариант итальянки. Причем уже не С3. Д3. А когда белые прорываются. Д4. Слон Д7. А3. Слон А5. Конь Б3. Слон Б6. Водя Е1. А6. Слон Б4. Слон Б6. Слон Б6. Слон Б6. И Конь С5. Итак, белые, мы видим, воцаряют коня на поле С5. Конь на поле С5 стоит достаточно неприятно. Черный играет Ферзь Е7. Белый играет Водя С1. Подкрепляя Коня. А5. Чтобы белые не пошли Б4. В этом случае будет размен. Водя Е3. А4. Итак, мы видим, что черные закрыли игру на Ферзьевом фланге. После Ферзь Е2. Водя А5. Е6. Слон Б4. Слон Б5. Играть Водя Е8. Не допуская хода Водя Е7. После Водя С3. Слон Д7. Все равно вынуждаем взятие. Значит, Водя бьет Е8. Ферзь бьет Е8. Ферзь бьет Е8. Слон бьет Е8. Но здесь, мне кажется, может быть, черные не пошли на этот... На эту позицию. Ввиду хода Ж4. И после Слон Д7. Х3 у белых все-таки перевес в Эншпиле. Потому что конь на поле Д4 сильнее слона на поле Д7. Который ограничен собственной пешкой на поле Д5. Получается вот такой вот блокадный конь по Немцовичу. Но после Водя А8. Черные здесь еще могут долго и упорно обороняться. После Ферзь Ф4. Черные подталкивают белых ходом Водя Д1 защитить коня. Водя бьет С5. И после Ж3. Ферзь Ф7. Водя Е7. Ферзь Ф6. Точным ходом Ферзь Е6. Андрей Волокитин захватывает очень крепко инициативу. Выясняется, что это очень сильный шаг. И вынуждается взятие... Значит, размен Ферзей и вилка. То есть Водя на поле С5 не просто так оказалась заманена. Жертвой пешки. Уходить королем на поле Х8 нельзя. В этом случае после Ферзь бьет Ф6. Белые сразу же выигрывают. Потому что взять Водьей не получится. В этом случае после Водя бьет С7. У белых здесь огромный перевес. Если взять пешкой, то следует просто Конь Е6. Такая вот вилочка. Итак. Значит, еще раз покажу. Что после Ферзь бьет Ф6. Водя бьет Ф6. Здесь после Конь бьет С6. То есть простой вариант. Грозит. Водя Е8 мат. Поэтому белые остаются с лишней фигурой. Итак. Ферзь бьет Е6. Конь бьет Е6. Водя С2. Черные бросаются в отчаянную контратаку. Но после Конь бьет Ф8. Так играют белые. Кстати, компьютер говорит еще жестче. Взять пешку на поле Ж7. Затем пешку на поле С7. После Водя Е8 сыграть Конь Д4. Водя бьет Б2. Конь бьет С6. БЦ. Водя бьет С6. И здесь после Водя Ф8. Водя бьет Д5. Ну вот так вот люди, что называется, не играют. То есть допускаем взятие черными пешки на поле Ф2. И после Водя Д8 шах. Король Ж7. Водя Д7. Получается, оказывается, выигранный эншпиль. После Водя Ф7. А иначе мат. Линейный. Взяли, взяли. Водя А6. Забираем пешку на поле А4. И остаемся с двумя лишними пешками. Окончание, конечно же, здесь у белых выиграно с двумя лишними пешками. Несмотря на то, что Король у белых отрезан. Итак. После Водя С2 был сыгран Конь бьет Ф8. Опять же, Андрей Волокитин играет так, чтобы команда не волновалась. Не нужно считать лишних вариантов. Король бьет Ф8. Водя бьет С7. Водя бьет Б2. Водя Д4. Но вот здесь Дэвид Хауэлл не использует, соответственно, всех возможностей. Он играет Х5. И этот ход плохой. То есть Водя Б3 позволяла еще черным спастись. После Водя Ф4. Король Е8. Белым для победы нужно найти точный ход Водя Х4. Который, мне кажется, с точки зрения человека неприподъемный. Конечно, самый логичный ход. Водя бьет Ж7. Но после Водя бьет А3, Водя бьет Х7, Водя А1 шаг, король Ж2, Водя А3, значит, возникает забавная ситуация. Пешка у черных проходит просто в ферзи. Дело в том, что нету хода Водя Ф3. С идеей, значит, встать Водей сзади ведут Д4. И Водя попадется под связку. А как задерживать иначе пешку? Водя Ж4 с угрозой мата. Король Ф8. Водя Ф4. Король Е8. И у белых не остается ничего лучшего, чем повторять позицию вот таким вот троекратным повторением. То есть белые грозят матом, ну а черные от мата спасаются. С другой стороны, пешку А здесь никак нельзя недооценивать. Водя, видите, не может встать сзади пешки из-за того, что слон на поле С6 очень грозный. В случае шаха король Д7, и если встанут Водей сзади, то там Д4 очень сильный шах. И дальше еще и пешка на поле Б5 идет с темпом. Короче, здесь белые уже рискуют только проиграть, если будут заигрываться. Но точной игрой после ладья Б3, ладья Ф4, король Е8, ладья А4, Д4 с угрозой мата. Король Ф1, слон Ф3 с угрозой, опять же, дать мат и пешка идет также в ферзи. Ладья С1, Д3. Ладья Д4, ладья Б3. Король Е1, слон С6. Король Д2, слон Б5. Получалась ничья. Ничья, потому что пешку на поле Д3 никаким образом не, соответственно, белым не выиграть, не отдав качество назад. Ну а так получается просто ничейное ладейное окончание. Черные здесь спасались. Итак, после хода ладья Д4 играет H5, Дэвид Хауэлл. После ладья Ф4, король Ж8, ладья Ф7, здесь уже настала пора ошибиться белым. Андрей Блокитин делает самый логичный ход, он вторгается ладьей по седьмому ряду, сдваивается. Но следовало подумать о безопасности короля. После короля Ф1 этот ход выигрывал. Д4, ладья Б4, ладья Б3, король Е2, ладья Б3, Ф4 и белые здесь побеждали. Но ладья Ф7 играют белые. И здесь черные совсем растерялись, играя Д4, угрожая матом. Но оказывается, что белые могут все быстренько, соответственно, разрушить эту матовую конструкцию. Ладья, значит, вместо хода Д4 позволял бороться ладья Б1. Король Ж2, Д4 теперь с темпом даем шаг. Ф3, Д3 и теперь выясняется идея. Нет у хода ладья Д7 встать сзади пешки, а пешка опять же идет быстро в ферзи. Ладья Б7, король Ф8, ладья Х7, король Ж8 и снова получается знакомый нам ничейный механизм. Потому что иначе белые рискуют здесь только проиграть. То есть нужно вот таким вот образом соглашаться на ничью. Но Д4 играет здесь Дэвид Хауэлл. После ладья Б7, король Ф8, ладья Ф7. Король Ж8 еще одна ошибка. Король Е8 позволяла опять же бороться. После ладья Е7, король Д8. Ладья Е1, ладья А2, ладья Ф4, ладья бьет А3, ладья бьет Д4, шаг, король Ц7 и Ф4. Здесь опять же у белых, как мы видим, сохранялось лишнее качество. Но у черных две пешки связанных проходных. Еще борьба, что называется, могла бы здесь какая-то быть. Но король Ж8 играют черные. После короля Ф1, наконец-то белые выбираются из матовой сети. Д3, король Е1, Д2, король Е2 и ладья Ц2. Еще одну ошибку допускает Дэвид Хауэлл. Слон Б5, шаг, король Д1, слон Ц4. Переводил игру в ладейное окончание. После ладья бьет Ц4, король бьет Ф7, ладья бьет А4. Но окончание безнадежное для черных, к сожалению. Потому что белые, как мы видим, здесь доминируют. То есть у черных куча слабостей. Угрожает ладья Б4 с атакой пешки. Также и ладья А4. И здесь белые точной игрой побеждают. Потому что пешка на поле Д2 в итоге теряется. Но у белых остается большой материальный перевес. Итак, ладья Ц2. После ладья Ж7, шаг, король Ф8. Ладья Ф7, шаг, король Ж8. Король Д1. Ладья А2. Слон Ф3. Опять же переводил игру в ладейное окончание. Но опять же абсолютно безнадежное. Ладья Ц5, ладья Ф4. Б5, А4. Здесь у белых лишняя пешка. Но этой пешки хватает для победы. Потому что контрыгра у черных никуда не идет. А у белых быстренько образуются две связанных проходных на королевском фланге. Итак, ладья А2 играют черные. И после ладья Ф5, А4. Ж, А, ладья бьет А3. Ладья А5. Угрожает мат линейный. Слон Ф3, шаг, король бьет Д2. Б6, ладья А7. И здесь черные сдались. Потому что либо так мат, либо так мат. В общем, позиция абсолютно безнадежная. Таким образом, Украина волевой, что называется, победой, выходит вперед. Обыгрывает команду Англии. И, соответственно, Украина выходит в лидеры. Ну что ж, мне не остается ничего иного. Как вместе с вами сейчас посмотреть результаты всех стран, кто как сыграл. И положение также участников. Положение после пяти туров на командном чемпионате Европы среди стран следующее. Россия сыграла с Арменией и победила со счетом 2,5 очка на 1,5 возможных. Украина победила Англию с таким же счетом 2,5 очка на 1,5. Хорватия сыграла с Азербайджаном в ничью 2,2. Голландия с Германией. Значит, Голландия проиграла Германии. Полтора очка на 2,5. Швейцария проиграла Словении со счетом 1,3. Норвегия сыграла с Турцией со счетом 2,2. Ну, все остальные результаты вы можете сейчас видеть, соответственно, на ваших экранах. Турнирное положение после пяти туров следующее. Первое место занимает команда Украины. Второе место занимает команда России. Третье место Словения. Четвертое Германия. Пятое Армения. Шестое Азербайджан. Седьмое Англия. Восьмое Хорватия. Девятое Грузия. И десятое Голландия. Ну и все остальные, соответственно, страны вы сейчас также можете видеть на ваших экранах. Друзья, если обзор вам понравился, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, включите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Если вы вдруг пропустили обзор предыдущего или хотите посмотреть обзор следующего тура, то щелкайте по конечным заставкам, расположенных слева и справа от меня. Щелкайте на круглую кнопку с изображением фигурного коня, расположенную прямо посередине, чтобы подписаться на канал. Обязательно при этом не забудьте включить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых видео. Встретимся на обзоре следующего тура. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok